Лыжники еще не сошли со снежных трасс, а Кировск уже готовится к летнему туристическому сезону. О том, как продается хибинское лето и что пользуется спросом, знают те, кто уже проводили летние туры. Предприниматели Олег Люцков и Юрий Тивилев владельцы одного из кировских хостелов. Зимой они привечают любителей зимних видов спорта, а летом ждут новых гостей. Летняя тема, конечно, интересна, потому что многие, кто зимой приезжал из года в год, десятки лет, даже не понимают, что здесь происходит, например, когда снег трассает. Прошлый сезон, несмотря на запоздавшее лето, почитатели геологического туризма все же опробовали на геологах и ботаниках, которые приезжают в хибины не только за впечатлениями, но и за материалами. Есть на северное лето спросы среди просто любознательных туристов. Им подавать туры без рюкзаков, то есть день проходит в путешествиях, а ночевка в хостеле. Это уже более старшего возраста, где-то от 40 до 60 лет. К нам вот просилась бабушка с дедушкой, 80 лет, казали, у нас есть время, мы хотим поехать. Она спросила, сколько возраст, 80, но мы бодрые. То есть те люди, которые не хотят затрачивать большие усилия для достижения наших достопримечательностей, мы им создаем такие путешествия именно с комфортом. Продавцы летних туристических предложений имеют виды и на национальный парк Хибины, который недавно с размахом презентовали в Мурманске. Территория свыше 84 гектаров попадает под защиту экологов, но некоторые зоны должны стать доступными для туристов. Не важно, что продавать, важно, как продавать. Давайте вспомним о том, что у нас в этом году принято решение правительства о создании национального парка. Одной задачей любой особо охраняемой природной территории, а в частности национального парка, является развитие и популяризация именно экологического туризма, то, чем мы и занимаемся. Поэтому, если мы будем работать в синергии вместе с национальным парком, то, я думаю, поток летнего туризма увеличится на порядок. Круглый стол на данную тему состоится уже в этот четверг в Апатитах в рамках программы традиционной выставки-ярмарки Имандра.